Приветствую вас и скажу сразу, что прекрасно понимаю ваши чувства, понимаю, что вы беспокоитесь за своего друга и хотите ему добра. Поэтому то, что я скажу, вам не понравится. Если это действительно произойдет, то есть вам не понравится то, что я скажу, пожалуйста, сохраните понимание того, что я пытаюсь вам помочь и помочь вашему другу. А также держите в сознании, что то, что вы делали раньше, не помогало. Надеюсь, мое противоположное пойдет на пользу. То, что вы описали, описали вы симптомы вашего друга, симптомы поведения вашего друга. Так вот, эти симптомы, они свидетельствуют о достаточно серьезном психическом расстройстве, которое лишает человек дееспособности как таковой. И, соответственно, его можно и нужно оформить на принудительное лечение в клинике, если он представляет угрозу для окружающих людей. Поскольку его поведение действительно представляет угрозу для окружающих людей, то это сделать будет несловно. Достаточно обратиться в суд с соответствующим постановлением, с соответствующим заявлением и его признают ограниченно частично недееспособным и направить на принудительное лечение. Почему? Потому что, во-первых, только так можно помочь вашему другу вылечиться от своих проблем. Только так можно оградить невинных людей от его вмешательства и защитить тех, кто может оказаться жертвой его нездоровых идей, желаний и фантазий. Если вы действительно хотите помочь другу и хотите сделать так, чтобы его жизнь стала максимально нормальной, то вы поступите именно так. Ну, а если нет, то что еще? Прещать вам. В любом случае, ответ вы мой получили. Надеюсь, он как минимум найдет отклик в вашей душе. Хотя я понимаю, что признать его очень сложно. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.